МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Развитие малого бизнеса или новая экологическая проблема? В Первомайском районе собираются строить ферму по разведению форели. Местные жители против. Пару недель назад на берегу реки Лосиха у деревни Покровка появилось небольшое помещение. По словам жителей, строят его для самих рабочих. А скоро здесь должна появиться форелевая ферма. Как она будет выглядеть, люди не знают. Говорят, никаких планов строительства им не предоставили. Поэтому людей пугает близость будущего предприятия к реке. Я объяснил, что ничего в реку попадать не будет. Ну, во-первых, это сказки, потому что грунтовые воды. И здесь вот в половодье хорошее все заливает. Даже идет вот там вот вода. Это все будет смываться в реку. Жители считают, что реку замусорят рыбные фекалии и остатки корма. И в будущем это может отравить водоем. Подробнее об этом расскажем в вечернем эфире. А пока к другой теме резкого повышения тарифов в крае не произойдет. Об этом заявил начальник регионального управления по госрегулированию цены тарифов Александр Котнов на встрече с журналистами. Напомним, правительство России отнесло Барнау к ценовой зоне теплоснабжения. Эту модель еще называют альтернативной котельной. Теперь тарифы на тепло не регулируют государство, а оплату за отопление будут рассчитывать по-новому. Установят не тариф, а предельный рост цен. Сделано это, чтобы обновлять ветхие сети. Работу начали этим летом. Механизм соглашения таков. Инвестор вкладывает средства, а возвращаются они в течение 10 лет, в том числе за счет средств потребителей. Модель уже опробовали в Рубцовске. Там обновили оборудование на 2 миллиарда рублей. В Барнауле в модернизацию в течение ближайших трех лет планируют вложить более 5 миллиардов рублей. Сейчас идут расчеты, когда и на сколько произойдет повышение стоимости коммунальных услуг. Точных сроков и сумм в правительстве пока назвать не готовы, но, скорее всего, повышение начнется зимой. Резкого повышения тарифов точно ждать не стоит. Для потребителей это, прежде всего, повышение качества и надежности оказываемых коммунальных услуг. При более-менее плавном росте тарифов. Тем временем в некоторых районах края тариф уже высокий, признают в правительстве. В частности, в 13 сельсоветах жители платят более 3 тысяч рублей за гигакалорию, а в 180 от 2,5 до 3 тысяч. Сейчас власти прорабатывают единый по всему краю механизм компенсации, если на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% дохода семьи. А вот на что точно готовы тратить свои доходы барнаульцы и жители крупных городов края. Так это на натуральные фермерские продукты. Они были широко представлены на гастрономическом фестивале «Свое». Ажиотаж был вызван тем, что в обычные дни подобная продукция практически недоступна для покупателей. На фестиваль съехались сотни фермеров из разных уголков края и соседних регионов. Они представили свежие овощи, выращенные на родных полях, молочные и мясные продукты собственного производства. За натуральной едой люди выстраивались в очередь, ведь это едва ли не единственная возможность купить экологически чистые продукты. Ну, кефир очень свежий, я имею в виду, в магазине не такой. Действительно, наверное, свежая продукция, поэтому... Скажите, такая продукция, она доступна вот в магазинах? Ну, я где-то видела, я имею в виду, что есть это, да. Но мало? Мало, да, очень мало ее, редко я вижу эту продукцию, так что давайте, распространяйте в наших магазинах. Да, я хочу, чтобы вот обязательно был какой-то уголок для фермерских угодий, чтобы продавали. Почему фермерская продукция сейчас в дефиците и крайне редко появляется на прилавках популярных сетей, расскажем в нашем вечернем выпуске. А тем временем Министерство труда России раскритиковало идею ввести штрафы для курящих сотрудников. Ведь согласно Трудовому кодексу, ограничивать права или устанавливать преимущества, не связанные с деловыми качествами сотрудников, недопустимо. Напомним, что накануне Минздрав, напротив, рекомендовал работодателям вычитать деньги и зарплаты у тех, кто курит. Они убеждены, что из-за перекуров падает продуктивность труда. Наша съемочная группа поинтересовалась у горожан, что они думают на этот счет. Минздрав хочет штрафовать людей, которые курят на работе. Ну, хочет предложить так делать. Ну, якобы падает продуктивность. Как считаете, хорошая инициатива плохая? Я думаю, что хорошее сэкономит, скажем так, рабочее время и будет более продуктивный производственный процесс. Я сам не курю и к курению отношусь, в общем-то, неодобрительно. Но насчет штрафовать, я думаю, это вопрос между работодателем и работником должен решаться, при обоюдном согласии. В принципе, это здорово, чтобы люди о своем здоровье заботились и другим не вредили тем самым. Я думаю, хорошая идея. Как к этой инициативе относитесь? Плохо. Почему? Потому что я сама курю, и это мне не мешает. То есть продуктивность не падает? Нет. Штрафовать не обязательно. Сделать, если такое график курения. Я вот не курю лично, так что меня это никак не коснется. Но курить, не курить – это личное дело каждого. Главное, чтобы не мешали другим людям. Как еще работодатель мог бы стимулировать работников больше работать и меньше курить во время работы? Зарплату повышать тем, кто не курит. Вот такое мнение горожан на достаточно спорный вопрос. Мы же продолжим. Русскому географическому обществу накануне исполнилось 174 года. Участники алтайского отделения отметили день рождения необычным способом. Поднялись на алтайскую гору Бабырган, чтобы очистить скалы от надписей. К ним присоединился Илья Кочетков. Он готов поделиться впечатлениями. Гору Бабырган порой зовут «Страш Алтая». Невысокая, чуть больше тысячи метров, тем не менее, видна издалека. Именно с нее начинается настоящая горная часть Алтая. От Чуйского тракта до нее рукой подать, поэтому летом у подножья масса туристов. А вот выше поднимаются немногие. Крутые склоны, мокрая высокая трава может стать непреодолимым препятствием даже для специально подготовленных машин. Джиперы избийского клуба «Автобиск 4х4» согласились помочь специалистам РГО доставить оборудование на вершину из спортивного интереса. Заберемся или нет? Кстати, нас заверили, если везти машину правильно, осторожно, то вреда природе такие поездки не наносят. Все следы исчезают в течение нескольких дней. Чего не скажешь вот о таких надписях. Итак, несколько часов изнурительного пути. Мы, наконец, на вершине Бабыргана. Я иду вот буквально обвешанный со всех сторон рюкзаками. Любуюсь потрясающим пейзажем вокруг этими великолепными скалами. И почему-то не приходит в голову мне взять краску и написать что-нибудь, даже свое собственное гордое имя на одной из здешних скал. Почему это приходит в голову другим людям? Вы не знаете? Сделанные однажды надписи остаются на века. Краска буквально въедается в камень. Когда-то их было значительно больше. Скалы на вершине буквально покрывали граффити в стиле «Здесь был Петя». В прошлом году Алтайское отделение РГО выиграло грант на очистку скал Алтайского края. Тогда в течение года удалось реабилитировать больше 3000 квадратных метров, в том числе здесь, на Бабыргане. Но оказалось, это лишь начало долгого пути. Далеко не сразу пришло понимание, какие на самом деле объемы. Потому что, несмотря на то, что достаточно места такое труднодоступное, и здесь не так уж много людей бывает, но количество, по количеству, наверное, это второе место в Алтайском крае, то есть после Белокурихи. Вот по степени исписанности или загрязненности, так скажем, поверхности. По итогам в ходе субботника специалисты очистили около 20 квадратных метров скал. Впереди еще около тысячи. На одном только Бабыргане. Энтузиасты говорят, такая работа требует огромных усилий и средств. И намерены далее делать акцент на просветительскую работу, чтобы новые надписи перестали появляться. Тем более, что на вершине горы с некоторых пор появился специальный ящик с тетрадкой, где все желающие, если уж так хочется, могут оставить свое имя, не навредив при этом природе. Илья Кочетков, День с толком. А такого рисунка на скалах точно быть не могло, потому что он вообще только появился. Это я о новом символе хоккейного клуба «Динамо Алтай». Им стал енот. Решение провести ребрендинг было принято после того, как у команды сменилось название. Выбором занимались болельщики. Фото енота, как сообщает официальный сайт клуба, прислал Сергей Старыгин. В итоге именно енот Крага стал победителем голосования в официальной группе клуба в социальных сетях. Он и будет талисманом главной краевой хоккейной команды. По эскизу победителя сделают полноценный маскот. Болельщики надеются, что енот принесет удачу нашей команде. Напомню, новый сезон хоккеисты начнут уже в сентябре. Задачи перед клубом стоят весьма амбициозные – выиграть чемпионат. Ну а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании «Валар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас на нашем канале в ютубе, в соцсетях, инстаграм, вконтакте и фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.